итак ребята всем привет сегодня у меня будет одиночный выход нет вру не одиночный сегодня я буду копать со своим комрадом с кингом как вы знаете меня появился по моему любимому делу друг товарищ кинг ты где king king он у меня очень трудно переживает поездки так что копаем мы недалеко именно около своих мест которые раньше в свое время давали вот приехал я на выбитое место абсолютно выбитое но всегда я здесь сезон открывал все прошлые годы все восемь лет назад все открывал здесь и были все шикарные находки последние года конечно же приедешь пару монет выкопаешь царских и на этом все сегодня я приехал сюда же потому что как бы южный склон и позади видите все просохла вот пёс у меня сегодня я его специально утром не кормил таким вот вот он мой красавчик вот он переживает он очень трудно он даже ушки у него упали дорогу переживает очень тяжело стрессовое состояние сейчас я его покормил водички попили да вот и будем сейчас вместе рамы яма ходить ям это моим любим копать любим копать моему на пляже мы ходили любитель еще тот любитель так что посмотрим вот ну короткое вступление сделал прибор я зарядил буду ходить с ног ты импакт в наушниках в связи с тем что хочу хочу его ребята до совершенства изучить потому что как бы прибор в принципе хороший но я его как-то не могу до сих пор понять прошлый коп у меня был вы его видали у меня он был тухлый пацаны немножко накопали монет но я к сожалению в первый раз в за восемь лет уехал домой пустой такое у меня в первые вот но в целом видеосюжет состоялся находки главное есть вы порадовались за нас я к сожалению унылый был но ничего так что мои сегодня вот эти вот холма вот эти горы кстати вот смотрите видите наше сообщество кладоискатели поиск 63 уже на левом на левом рукаве так что тоже присоединяйтесь пойдем да king все начал что-то уже вон смотрите уже начал чего-то купать чего-то рыть заряжаем и первой же находкой надеюсь с первой же находкой включимся ребят кинг первый раз увидел ящерицу в нос ущипнула и теперь с осторожностью да кинг где ищи где что за чудо-юдо вот она чудо-юдо вот она ящерка вот чудак вы сонная такая вот она вирусом не болеешь меня не заразишь вирус убежала кинг убежала так что у тебя еще в твоей жизни очень много встретиться всяких вот 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 акинг вот держи вот кусается на кусается но играть игра игра играть играйся играйся где ищи где спрятал членовку нет вон она в нос ущипнул теперь с опаской смотрит рычеет ой шипит сыпиет че за чудо-юдо такое да да че за чудо-юдо молодец молодец вот так да-да-да-да учись отгонять от нас всякую нечесть а то мы ходим в наушниках ничего не слышим а пес нам будет подсказывать кто рядом кто подошел о о о и о о о о Да, она тебя ущипнула, да, она тебя ущипнула, молодец, так ее, так ее, так ее. Ладно, пускай развлекается, вот шипит, ай, ай, Кинг идет прям на крайние, на крайние меры, прям, 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 прям близко, ой, что там, смотрите, прям на крайние меры, ой, о, освоился, освоился. Сдачу получил, получил сдачу. Да, получил сдачу, да, в жизни ты много будешь получать сдачи, очень много. За свои 4 месяца жизни ничего. Сейчас, смотрите, за нос садит. Смотрите. Да? Интересно, засниму, как он за нос получит. Ладно, пойдем дальше. Из находок пока одна, вот такая-то хреновина, пугается, очень глубоко была, и на этом все. Опа! Опа! Вот это сальто марталя. Укусил за нос, и вот, смотрите, аж до меня долетела ящерка. Вот такая вот ящерка. Да, вот такая вот ящерка. Что ты на меня еще будешь, да? На меня будешь еще крыситься, да? Кинг, Кинг, вот она ящерка, вот она, вот она. Кинг, будешь ее брать? Смотри, вот поползла. Прям по мне, по мне. Опа! Оп! Ладно, идем, хватит. Ну что, ребят, наконец-то первая царская монета. Вот, и это у нас Александровская, 1858 год. Да, Александр Второй. Вензеля проглядывается. Копаю практически около дороги. Здесь противопожарная полоса. Был сигнальчик, глубокий достаточно. И я его выцепил. Первая царская этого сезона. За это нужно поставить пальчик вверху. Ставим пальчик вверху. Итак, ребят, ходим-бродим. Пока ничего серьезного не находим. Единственное, что находим вот такие вот здоровые ямы, бля. Неужели Самара самый некультурный народ кладоискателей? Кругом ямы. Кругом. И не закопаны. Прошлогодние. Вот эти вот все шишечки, которые вы видите, это не закопанные ямы. Жесть полная. Есть даже места такие, что я хрен знаю. Вот, смотрите. Такие здоровые ямы, бля. Там еще больше. Вон там. И это по всему участку. Видите, здесь травка уже съедена так. Здесь ходят коровы. И вот в такую яму провалится корова. И все. Эта деревня стала как лунный краток. Очень печально, очень. Неужели Самара? Отвратительный народ, бля. Печалька, печалька. Мне за вас Самара стыдно. Приходится ходить и глубокие ямы хоть немножко присыпать. Итак, ребят. Я все больше и больше начинаю понимать, что творится на старых деревнях. Ёшкин кот. Если вы видите вот такое-то углубление, это не означает, что здесь был дом и здесь находки. Ёшкин кот. Какие же вы бронелобы, мать вашу, блин. Ямы кругом понатыкали, блин. И с собой ни хрена не закопали, блин. Не может быть здесь стоять дом. Не может. Река проходит. Река проходит. Это раз. Потому что как бы низина и все это затопляло. Дом не мог стоять здесь. В крайнем случае сарай. Или же все-таки на этом уровне около речки всегда в старину ставили бани. Потому что они топились по-черному. И пожароопасность была очень высокая. И бани всегда ставили подальше от самой жилой как бы деревни. От жилых домов. Здесь вот. Вот кто-то здесь шурфил. Надеюсь, ты себя сейчас покраснел. Уши у тебя горят. Я тебя вспоминаю очень добрым делом. Да, Кинг? Смотри, здесь какая вот гадость. Понаделали, да? Вот так вот. Хоть здесь и встречается различного рода. Вот такая вот старая керамика. Но керамика это не означает, что здесь был дом. Керамика может быть, я говорю, из свалка мусора, которую битую керамику выкидывали всегда на зады. В общем, чего ты? В общем, Самара, Самара, мне за вас стыдно. И вы знаете, это не профессионалы копают. Вон там, где я был, я вам не снимал. Но там ямка на ямке. На одном квадратном метре по 3-4 ямки. И выкопают железо. Профессионал не будет копать такие сигналы. Так что я уверен, это новичок. Если вы хотите знать, как шурфить, заходите ко мне в плейлист. Все о шурфе. И вы там все узнаете. Как шурфить, где шурфить. И обо всем все по порядку подробно я рассказываю. Ну ладно, прекрати, прекрати. Молодец, молодец. Все, идем сейчас к машине обедать. Посмотрим пока. Пока до обеда всего на все. Одна монетка Александра Второго. И пару шмурдиков. Круглого варианта. Ну все, 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 хватит. Хватит. Что, странные формы. Первый раз такую форму видишь, что ли? Страшная, что ли? Все, идем, чуть-чуть осталось. Итак, ребята, Кинг познакомился у нас с муравьями. Да, Кинг, с муравьями познакомился. Тоже они его за нос. Кисленькие, да? Да, твою рогатину они забрали. Вон, видишь, по ней ползает. На. Вот такие вот муравьи. Вот они. Вот смотри, муравей. Вкусно, вкусно. В нос тебе надали, да? В нос-то они тебе начипали. Вот так вот. На, вот, свою рогатульну. Взять. Ладно, время подходит к своему завершению. Солнышко уже садится. С находками нас туговато. Один шмурдяк. Ну ладно, идем дальше. Нива проперла. Афигеть. Смотри, молодец. Не побоялся. А я бы, наверное, побоялся. Красавчик. И так, ребята, пришло время прощаться. В общем, сегодня покопали, вернее, отдохнули на славу. Говорю шепотом, потому что их немножко разбудил он. Камрада своего. В общем, покопали, отдохнули. Место выбито, перевыбито. Лунный кратер кругом. Прям, я не знаю, восемь лет назад это была не битая, не тронутая деревня. Я ее практически открыл. К сожалению, по своей глупости я тогда как бы начинал только заниматься копом. И здесь я поднял клад. И с этого клада у меня началась именно деятельность блогера. Ну, от радости я, конечно, афишировал эту деревню. Сказал, как называется. И сюда нахлынул поток. Прям, я не знаю, прям. Даже было дело, когда здесь гоняли местные жители, копатели. Потому что после себя оставляют ямки. Ну, я сегодня вам наглядно показал, что ямок очень много, очень много. Вот, и сейчас я вам покажу находки. Немного, но все-таки царика зацепил. А что за царик, досмотрите видео до конца. Я вам покажу, как я его привел в порядок. А также покажу вкратце, чем я его чистил. Если понравится, можете пользоваться. А сейчас смотрим мои находки, которые мы нашли сегодня с Кингом. Кстати, Кинг еще отыскал рога оленей или косули. Так, где они? Вот они. Вот они. Весь день их таскал, гонял. Я даже не знаю, что из них можно сделать. Но все равно они такие красивые. Прям, прям вообще красотища. Что из них можно сделать, не знаю. Подскажите в комментарии. Может быть, послушаю, что вы интересное скажете. И сделаю именно так, как вы мне говорили. Так что пишем в комментарии, что можно сделать из таких вот рогов. Возвращается, ребят. Значит, там полная жесть. Нива возвращается обратно. Дальше, по ходу, хода нет вообще. Что-то он там задумал. Что-то, что-то хочет. Каратыш Нива очень хорошая машина. Она лучше, чем даже Нива Шеви. Каратыш зачетная машина. Проходимость у нее куда лучше. Ребят, буду заканчивать. Говорю шептом. Чтобы моего комрада не разбудить. Устал. Устал, устал. Наш король. Ладно, тихонько. В общем, что у нас по находкам сегодня получилось. Место бито, перебитое. Но все равно цеплял сигнальчики. И цеплялся за все сигналы, которые были четкие. Вот обломок от конины. Затем вот этот, смотрите. Знаете, что это такое, да? Тоже обломок от колокольчика. Этот обломок я, к сожалению, не знаю. Если кто знает, что это такое, напишите. Предмет иконской упряжи, две конинки. Самый первый сигнал, который выкопал, это вот такая пуговка. Вот такая тоже конинка. Очень здорово, очень хорошо, чисто сигналило. И вот такая вот пломба с надписями цифра 2. И все, что интересное было у нас сегодня, это вот эта монета. Но если вам любопытно, видите, какой сохран монеты изначальный. Я его помыл водичкой, но зеленка осталась. Если любопытно, если любопытно вам, как я его почистил, досмотрите видео до конца. А также я приложу фрагмент. Вначале чищенную монету. А потом, если кому интересно, как я его почистил, то продолжайте смотреть. Я думаю, почистится хорошо. Хотя, не знаю. Ничего не проглядывается. Знаю, что Александр II, 1958 год. Так что смотрим до конца. Может вам понравится то, что будет из этой монеты. Монета, ребята, до чистки. Я ее помыл мылом. И выглядит она, в принципе, наверное, будет бодренько. Единственное, что меня пугает, зеленка. И вот эти вот зеленые неровные выкислы. 58 год. Ладно, все будет вне эфира. Только покажу конечный результат. Итак, ребята, вот конечный результат нашей монеты. Сохранчик, к сожалению, был не очень. И монетка почистилась вот так вот. В принципе, неплохо, но зеленка свое взяла. Где имеются небольшие кратеры. Это были бьедания в металл. И вот слева от короны были очень сильные бьеды. И монета получилась вот такая вот. К сожалению, такую монетку в коллекцию уже не положишь. Ну, почистили хорошо. Почистили. Частичную патину сохранили. И законсервировали. Получилось как-то вот так вот. Так что, ребята, если вам результат чистки нравится, удовлетворяет, не забываем подписываться, на колокольчик жмем, чтобы не пропустить очередной метод чистки таких вот монет. Так что все. На этом точно все. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова